Если у вас нет хоккейной клюшки, то вам ее не сломать. Впрочем, она может у вас быть, но лежать где-нибудь в гараже или на балконе. Если это так, дайте своей клюшке еще один шанс. Пока зима на дворе, скорее на каток играть в хоккей. Но если ваша клюшка немного не в форме и требует починки, лучше обратиться к мастеру по ремонту хоккейной экипировки. Каток у 16-й школы – намоленное место для нескольких поколений тюменских хоккеистов. 20 лет назад у зданий школы соорудили кирпичный пристрой с раздевалкой и подсобным помещением, который стал в отчиной спортивной школы «Рубин». Именно в ней начинал заниматься хоккеем Борис Мариупольский. Всегда разочаровывают люди, которые не помнят своих тренеров, учителей. Бывает, тут на корте разговариваешься с кем-нибудь. Я играл, я то, я все. А кто тренер был? А, да, я не помню. Первым хоккейным наставником Бориса был Юрий Геннадьевич Микрюков, который тренировал ребят 1967 года рождения. Это дом родной. Я даже если прихожу сюда, здороваясь с Юрием Геннадьевичем, его уже нет рядом с нами. Тренер мой Микрюков Юрий Геннадьевич. Вот таким был каток у восьмой школы в 1974 году. А сосны в парке, которые сейчас выше стоящих вокруг пятиэтажек, были от силы метр ростом. Но цветные кадры из того времени – бесценный артефакт на все времена. Снимал их, кстати, отец Бориса Владимировича. Камера производства лома, черная эмаль, очень дорогая, по тем деньгам. Дома были, конечно, возмущения, скандалы. Он снимал. Это нужно было проявлять, эту цветную пленку в Москве. Проектор купить, монтажный стол. То есть это хлопоты, деньги. И на него ворчали. Зато он воспитал своего сына таким же упорным и целеустремленным человеком. Многие тюменские любители хоккея знают – если у вас сломалась любимая клюшка, решить проблему поможет искусный и творческий мастер. Внутреннее повреждение, пена рассыпалась. Ну да. То есть она подлежит восстановлению или выбросил? Ну я всегда говорю, что я попробую сделать. Первым заказчиком Мариупольского стал известный тюменский хоккеист, нападающий рубина 80-х и 90-х годов Сергей Беломоин. Дело в том, что я был доволен качеством. И качество было хорошее. И я еще долго этой клюшкой играл. А ремонт, он, во-первых, обходится подешевле. И качество хорошее ремонта. И если ты не профессионал, то ты этой клюшкой можешь еще проиграть очень долго. Только терпением, трудом и адекватно оценивать себя, свой труд. То есть как только вырастут у тебя крылья, ты поверишь в свое мастерство, сразу пойдут ошибки и сразу будет провал. У каждой клюшки есть свой уникальный номер. У той, которую мы попросили восстановить Бориса Владимировича, он такой. Остались эти цифры на прежнем месте и через несколько дней. Зато качество реанимации, получившего вторую жизнь спортивного снаряда, превзошли все самые смелые ожидания. Ну, слушайте, как новая. Здесь вот, конечно, видно, что да, она... Ну, это для игры в хоккей. Если бы на стену нужно было, то можно было лучше. В целом, конечно, замечательно. Ну, вот мы ее берем за ребра и стучим. Звук чистой звонки. То есть это говорит о том, что нет внутренних разрушений, микротрещин. То есть, ну, практически состояние близко к новой клюшке. К оброску. Очень бесценно. Люди всегда считают, что где-то за морями, за горами там мастерство. А это все рядом, на вытянутой руке. Паша Плотников, Сергей Юрьевич Беломоев, Кияшкин. Это классные игроки. Они могут все передать, научить. Это просто бесценно. Не надо за моря ходить. Все рядом, все здесь есть. Итак, друзья, вот номер этой клюшки. 13-27. Чтоб ни у кого не вызывалось никаких сомнений. Талия эта клюшка. Может, там, не знаю, магазин сходили, сейчас купили, принесли. А проверят ее, не побоюсь этого слова, великий кеменский хоккеист Сергей Юрьевич Беломоев. Человек не чуждый, так скажем, медиа. Ну и хоккея сейчас проверят ее, поиграет немножко и скажет свое мнение. Клюшка качественная, сделан ремонт очень хорошо. Всем рекомендую. Это будет и дешево, и сердино. Продолжение следует... Продолжение следует...